Здравствуйте всем! Меня зовут Анисим Ильинский. И наконец мы собрались вместе, чтобы рассказать дальнейшую историю КПР в Украине. С нами Николай Копеленец и Игорь Витринский. Всем привет! Прошлую часть нашего повествования мы завершили на грандиозном событии десятилетии школы Сензала в Украине. Конечно, это стало определенным рубиконом, после которого мы получили новый импульс к развитию. И в частности, в сфере пиара. Мы организовали большой фотосет в профессиональной фотостудии, куда позвали старших учеников. И фотографии той фотосессии до сих пор мелькают в Инстаграме и Фейсбуке. Фотографировал нас профессионал с мировым именем Андрей Безумов, фотографию которого вы сейчас видите. И стилистику этой фотосессии наследовали позже многие другие группы. Продолжение следует... Кроме того, еще в 2010 году прошел второй Сензала-митинг. На этот раз он происходил в Одессе. И по приглашению Максима Чечетова мы все дружно уехали туда. Это было очень клево, потому что море, солнце, капуэра и атмосфера дружеская и непринужденная сделали это мероприятие по-настоящему солнечным. Пока что прошел семинар, второй всеукраинский съезд всех корпористов выписывал. Со всех городов, Болгар, Кривой Ро, Киев и Одесса съехали с группой вместе, потому что хорошо провести время. Познакомиться с друг другом, пообщаться, проверить свой уровень, побыть вместе, позаниматься, попренироваться. Что же, это было отличное мероприятие. Наконец-то наша вся школа собралась в Одессе. И я очень рад, что я на нем поучаствовал. На этом мероприятии я увидел очень высокий уровень учеников, как киевских, так и одесских, так и других регионов, таких как Львов и Глобер. Добрый день. Вы называете Андрей, я тренер из Львова. Это еще тренер Сергей. Когда мы ехали сюда на семинар, мы ожидали максимум, а мы получили максимум, максимум. Большое спасибо всем, что мы сделали такой семинар. С другой стороны, это было очень важным для командного духа, который, наконец, слышали и наши учени, и киевский, и одесский, и с Кривого Рога. Этот момент был очень важным для духа КПР. Мероприятие, которое длилось 3 дня, было самым большим пока по масштабам состоящих, состоявшихся в Одессе мероприятий группы Синзала. Был семинар с приглашением трех инструкторов из города Киева, то есть на семинаре всего присутствовало 4 инструктора, было очень много учеников. Общее количество людей состояло около 70-80 человек. Были также гости из других школ КПР, которые пришли к нам в последний день на открытую воду. А в 2011 году уже третий Синзала митинг происходил во Львове, куда тоже съехались все филиалы нашей школы. Преподавал Максим Чечетов, Коля, я, Игорь. Три дня мы тусили во Львове, все наши ученики жили в хостеле, звонили нам по ночам, особенно Коле. Они пытались звонить тебе, мой друг. Но я телефон, Коля, выключил. Нет, ты его, друг мой, не выключил, я тебе напомню. А я хорошо сплю. Ты хорошо спишь, а телефон ты оставил в 20 метрах от себя на кухне. А я выключил, видишь, я поступил мудрее. А я не уснул. Поэтому мои ученики дозвонились Коле. А я за трубку. Где-то часиков три с очень важными вопросами. Поэтому на следующее утро, когда начался семинар, Коля был преисполнен тренерского настроя. И наставления. Да, и важного наставления. Но нужно отметить, что это был первый ивент подобного масштаба, сделанный во Львове. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а далее, в сентябре 2011 года произошло событие, о котором, без сомнения, мечтает каждый капуэрист. В Киев приехал Марда Каскас. Он приехал презентовать свой новый фильм «Тени в раю». И, конечно же, мы не могли пропустить такую встречу. Хотя, едва ее не пропустили. На самом деле, узнали мы об этом случайно из новостей по каналу ICTV. То есть, по телевизору, который уже сегодня практически никто не смотрит. И увидев, что Марк Дакаскас в Киеве гуляет с журналисткой, быстренько побежали, позвонили редакторам, узнали, неужели, когда, где, где он будет. И вот тогда узнали про локацию, где он будет презентовать свой фильм. И, конечно, пришли туда на дрожащих ногах и в надежде увидеть нашего многолетнего кумира. Наконец-то каждый из нас смог сфоткаться со своим кумиром и видеть его вживую. Для нас это было действительно чудо, потому что до этого мы его видели только в фильме. Только сильнейший, только на старых кассетах. И тут он стоит перед нами, живой, улыбается. Если нет, может даже сфотографироваться, что для нас какое-то чудо было. Что мы сделали, если мы наконец-то сфоткались. Как вместе, так и по отдельности. И на следующий день я распечатал эту фотку, пришел, и он мне на ней поставил автограф. И это все, у меня теперь стоит в рамочке, на самом деле, на месте. Автограф с моим именем от Марка Дакаскаса стоит у меня на работе. Поскольку это была уникальная возможность, которую нельзя было просто так пропустить, то я взял автограф не только себе, но и тем нашим товарищам, кто не попал почему-то на эту сессию. И потом, когда Игорь вручал им фотографии с Марком Дакаскасом, подписанные с автографом, ребята были тоже безумно рады. Но при исполненной радости от встречи, у меня появилась бешеная идея о том, чтобы сделать роду с Марком Дакаскасом. Я подошел к Марку и сказал, что организаторы его приезда просят нас сделать роду в его честь. Марк очень обрадовался, сказал, что это классная, веселая, прикольная идея. После этого я побежал к организаторам и сказал, что Марк попросил сделать для него роду. И если организаторы не против, то на следующий день мы согласны для него организовать. Организаторы согласились, и после этого мы, окрыленные, понеслись обзванивать учеников и организовывать роду. И на следующий день, в 2 часа дня, напротив золотых ворот, была Сензаловская рода в ожидании Марка Дакаскаса. И я до сих пор помню, я в кругу с кем-то играю, и периферийным зрением вижу, что подходит Марк. И вы можете представить это счастье, увидеть, будучи в кругу, того человека, из-за которого, благодаря которому мы все начали заниматься капуэрой. Мы полюбили капуэру, нашли капуэру. И вот я играю в кругу, и подходит Марк Дакаскас. Я помню, как я переживал вообще, придет ли он, удастся ли это все. И это было безумное счастье, безумная радость. Постароваться с ним, чтобы он видел, как мы играем. Кстати, надо вспомнить, что с пиаром у этого мероприятия было не супер. И первый день, когда мы пришли, людей было не очень много. И за автографом пришло, наверное, ну не знаю, там 10-15 человек. То есть было как-то так тихо. Не как мы привыкли видеть в голливудских фильмах, встречают звезд. А когда собрались капуэристы, когда эта вся новость разнеслась среди, вот так сказать, нашего сообщества, на следующий день это была настоящая автограф-сессия, где кумира и звезду рвали на части со всех сторон. И мне показалось, что, конечно, этого не хватало и Марку в первый день тоже. Потому все остались очень довольны тем, как это все случилось. Да, он был, конечно же, тоже рад, потому что было много людей, которые его знают, любят, мечтают его увидеть. Была сумасшедшая энергия, позитив, радость. Все с ним фотографировались, все обнимались, брали автографы. И это был действительно приезд звезды. Он тоже себя почувствовал любимым, что за ним скучали и счастливы были его видеть. И этот день в нашей капуэрской жизни очень важный, очень счастливый, очень знаковый. Особенный. Особенный. И вот он такой просто чекпоинт. Вдохновленный высокой планкой, которую нам удалось достичь, и которую ознаменовало собой десятилетие нашей школы, мы решили сделать что-нибудь новенькое и интересное для себя и для наших учеников. И запланировали семинар, на котором будет три преподавателя и все трое с мастерской степенью. Такого в Украине не делал еще никто. И до теперешнего, сегодняшнего дня. Кстати, обсуждая, с кем бы мы еще хотели потренироваться, и учитывая, что теперь у нас появилась возможность их пригласить, мы попросили местр Руя позвать его друзей, местр Торнейро и местр Зумби, из Франции и Соединенных Штатов соответственно. И это были три достаточно молодых мастера. Руй получил пояс около двух лет назад к тому времени, Торнейро где-то четыре и Зумби тоже три-четыре. Все трое мастеров получили свои степени незадолго до этого мероприятия, и, конечно, были полны вдохновения и энергии проявить себя по максимуму. Да, то есть нам приехало трое молодых мастеров из Бразилии. Еще что было круто на этом мероприятии, это то, что они были очень разные. Зумби был как такой черный Брюсли, у него быстрые, заченые, классные удары. Торнейро радовал нас крутой акробатикой. Руй, ну Руй не конкуренция, это наш мастер, он сделал сумасшедшее сальто, он покал крутейшую технику, его невозможно обыграть в кругу. То есть ради всех невозможно обыграть в кругу. Но таких эмоций, как на этом мероприятии, откровенно говоря, никто из нас до этого момента не испытывал вообще. Мероприятие получилось потрясающим по уровню и по энергетике, потому что каждый из мастеров старался выложиться по максимуму и запомниться нам всем. Да, и было здорово, каждую группу учеников тренировал мастер. Это первый раз, когда я приехал в мастер Зумби, и он преподает в университете. И когда он ввел занятия, это очень чувствовалось. Он преподавал, действительно, как студентом, такое ощущение, что мы не в форме и тренируемся, а прямо сидим на кафедре и слушаем лектора. Он очень здорово объяснял суть движения, суть взаимодействия одного игрока с другим. Это очень необычно было. Кроме того, я до этого времени к армаде относился достаточно так, ну, удар и удар. Компаса, бах, груди, я делаю компасу, я верю, что лучше быть подальше. А тут я увидел, как мастер Зумби делает армаду, и понял, что здорово быть тоже очень и очень далеко от армады мастер Зумби. Я специально высматривал, как он ее делает так, что вроде бы такой вот круговой балетный удар, просто сносящий вот такой тайфун. И после этого я поменял и свое отношение к армаде, и немножко изменил то, как я ее использую, и стало значительно лучше. Кроме того, к нам приехал первый раз мастер Тернэйрон. До этого я видел его только на видео, там, где он делал сумасшедшую акробатику, все эти трюки, которые мы высматривали, с этих трикингами и так далее. Он делал все, и при этом он был крутым капуристом. И тут он приехал, и все это показал нам вживую. Более того, очень много элементов он им еще и объяснил. Но что очень круто было на этом семинаре, это то, что в этот раз все мастера очень много играли кругу. До этого, ну, так получалось, что они все чаще были на инструментах или еще что-то. А в этот раз три мастера отдали инструменты, ну, и играли со всеми нами много-много раз. Они не уходили из крови по 5-10 минут, и мы видели мастер круг, мастер круг, мастер круг. И они прыгали с альто, они двигались на какой-то ультра скорости. Ну, а мы смотрели вот такими вот такими. И в этот раз мы не только смотрели, мы еще и играли. И вообще впечатление от мастера зумби, от мастера Тернэйрон чудесное. И мастер Тернэйрон с того времени приезжает к нам достаточно часто. Мы всегда рады увидеть зумби особенно, но зумби живет в Нью-Йорке. И организовать его приезд значительно сложнее. Поэтому мы за ним скучаем и надеемся, что... Однажды. Однажды он к нам приедет. 2012 год начался неожиданно. В феврале ко мне в зал приехала маленькая делегация из Винницы. Дело было так. Моя ученица, Настя Золотарева, уроженка Винницы, занимаясь уже несколько лет у меня в группе, решила поинтересоваться, есть ли капуэра у нее в Виннице. И нашла маленькую группу под руководством Кобеля Виталия, который вел фитнес-капуэру. Виталий как раз хотел развивать капуэру в своем городе и искал для себя школу под руководством мастера. Настя ему рассказала про мастера Руэя, рассказала, что тренируется у меня. И через некоторое время ребята приехали в Киев ко мне на тренировку познакомиться и пообщаться. Посетили старшую тренировку, младшую группу. Мы поиграли в кругу, пообщались. Им очень понравилось. Они были в восторге увидеть настоящую капуэру. Я дал много материалов у нашей школы, поскольку уже много было записей с семинаров, с нашим мастером, с нашими тренировками, техникой. Вернувшись в Винницу, они приняли решение о том, что хотят вступить в нашу школу. Через какое-то время позвали меня. Я провел двухдневный интенсив по тренировкам со своими старшими учениками. А на следующем ивенте они познакомились уже с нашим мастером и официально были приняты в нашу группу. В мае 2012 года состоялось долгожданное событие уже, собственно, для нас, потому что подошел срок смены шнуров. И надо вам сказать, что это были зеленые шнуры, профессорские, первая профессорская степень, и пауза между синими и зелеными довольно длительная, потому, конечно, мы поехали туда, к мастеру Рую, в Данию, получать эти степени воодушевленные и полные энергии. Если за синими шнурами мы поехали на 10 дней, путешествовали по Дании, то здесь мы поехали четко на 3 или 4 дня на семинар. Кроме того, в этот раз мастер попросил нас помочь ему с организацией. В частности, мы готовили пояса для покраски, которые красил, конечно, он, но подготовительную работу доверили нам. В этот раз у нас получилась рабочая поездка. Мы приехали в Данию за новыми знаниями и за новыми поясами. Нас поселили в спортивном зале. Чержали в тонусе. Да. Стоит ли говорить, что получение зеленого шнура, это было круто и сильно, и иногда даже больно, потому что, конечно, получая такие степени, уже играют в том числе с контактом. Но зато, когда мы вернулись в Украину, мы прям расправили крылья. И в Украину уже вернулось три профессора. Вдохновленные удачной аттестацией, мы решили поделиться со всеми своим хорошим настроением и пригласили другие киевские школы поиграть. Это был такой первый киевский сбор всех школ в спортзале для совместной роды. Все это состоялось у меня в зале. И несмотря на дождь, который немножко попортил нам настроение, в тот день рода получилась классной, и мы все получили массу удовольствия. Мы крепенько поиграли, попрыгали с артом и классно поиграли с ребятами других школ. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Украину! 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 поездку на море, где было 3 тренировки в день. Утром, днем и вечером. Которую вели мы втроем и старались изо всех сил. Ну как, мы им говорили, у вас 2 обязательных, а третья, конечно же, это не обязательно факультативно, вы не обязательно идете. Конечно же, по желанию. И 10 дней у нас был такой дикий нон-стопный интенсив. Мы старались каждый провести тренировку покруче, пожестче, потяжелее. И ученикам было сложно отдыхать в таком ритме. Мягко говоря. Но это было здорово, это был первый наш совместный всеми тремя группами выезд на море. Мы много купались, плавали, отдыхали, тусили, загорали. И тренировались. И тренировались. Следующие годы, мы немножко умерили тренировки, чтобы отдых все-таки оставался отдыхом. Это, так сказать, был такой спортивный съезд на море. А осенью 2012 года мы организовали семинар с местр Руем, местр Луисом Клаудио и контр-местр Расмусом. Что примечательно, местр Луис Клаудио приехал в Украину впервые. До этого мы тренировались с ним в других странах. Он устроил нам такой интенсив. Он проверил нашу пригодность на всю катушку. Мне кажется, что он нас тренировал круглые сутки. И утром, с самого утра, когда просыпался, он уже начинал нас тренировать, потом на семинаре, и потом вечером всю ночь продолжал. То есть, такой энергичный, завзятый мастер. Причем он меня поразил тем, что он приехал к нам и сказал, простите, ребята, я вот в самолете, я участвовал в каком-то турнире по джиу-джитсу. Я не спал двое суток, поэтому я сегодня пассивно, буду так, и расслаблено. Его пассивно и расслаблено, это он вышел в круг, на хеджи анал, на быстрый ритм, и вышел туда навсегда. Он двигался все время. Он с акробатикой, со всеми крутыми быстрыми движениями играл на минуту 10-15. Как это сделать, это непонятно. Я смотрел с челюстью, и это было очень круто. А кроме того, он нам устроил повторную аттестацию по музыке, несмотря на то, что у нас уже были и синие, и даже зеленые пояса. Но он собрал всех старших вот у нас учеников, в первую очередь, дал нам инструменты и проверял, как мы играем, критиковал, указывал на ошибки, даже ругал нас. И так чувствовали мы себя очень-очень напряженно, потому что это было неожиданно. Хоп, а в последнее семинара прямо аттестация на то, как владеем мы музыкальными инструментами. Поэтому да, Луис Клавдио нам запомнился и продолжал запоминаться и последующие разы. В общем, надо сказать, что мэстр Луис Клавдио в который раз поразил нас своей энергетикой и задором, и, конечно, еще не раз мы его приветствовали у нас. Тринадцатый год начался для нас чем ботизада. Впервые на это ботизада мы пригласили основателя, одного из основателей школы-сензала Нестер Саризо. Кроме него, там, конечно, были и другие мастера, Нестер Ру, Нестер Торнейро, Нестер Караку, Санека. Да, Котре Мештро Санека, Нестер Руис Клавдио, который сегодня уже Нестер. Мештро Суризо это такой Аль Капоне в Капуэре. Но он нам рассказывал о том, как он начинал, какая Капуэра была в его молодости, в начале сензалы, как они тренировались, как они получали свои первые пояса, как выступали. Было очень здорово узнать информацию того времени и такую историю начало сензалы в Бразилии. И было удивительно видеть, как мастера, которых мы привыкли признавать за непреложные авторитеты, тихонечко внемлят, слушают, делают то, что говорит мастер и, например, не уходят домой до тех пор, пока мастер не скажет, все, вечер закончился, мы идем по домам. То есть было очень интересно наблюдать, когда наши мастера, тех, кого мы всегда считаем до сих пор за большие авторитеты, начинают себя вести как мы. Такая иерархия неожиданная. И кроме того, знаковым событием на батизане 2013 года стало то, что Максим Чечетов, тренер и преподаватель из Одессы, получил зеленый профессорский шнур. У него не получилось поехать с нами в Данию по техническим вопросам и связанным там с визами, загранпаспортами и так далее. Тогда это все было намного сложнее, чем сегодня. Но, конечно, все это наверстали на ближайшем ивенте в Украине. Опять-таки в порядке большого исключения. На тот момент все старшие шнуры получались только в Дании. И вообще эта батизада запомнилась тем, что наши, уже наши ученики получили синие шнуры. И было очень непривычно. У нас еще достаточно свежие зеленые, а тут уже наши ученики получают инструкторские шнуры. Максименко Андрей, Леша Даниле, Витринский Алексей, Витринский Виктор и Сидоров Вадим, и Елена Царева, и Новикова Алена. В общем, множество наших учеников получили инструкторские степени. И, конечно, это был новый этап в развитии нашей школы. Когда пришла летняя пора, Игорь и Коля были заняты, а я повез свою группу в этот раз уже в Лазурное. И после этого надолго завязал с морским отдыхом, поскольку место было хорошее, был хороший спортзал, мы тоже много очень тренировались ежедневно, у нас была акробатика, у нас был тренажерный зал, вечером капоэра и рода. Но где-то в самом конце, на 8-9 день нашего отдыха что-то случилось с водой, и все, кто проживал в Лазурдом, получили пищевое отравление. И я выхожу с утра на пляж, огромный, белый, красивый пляж, и смотрю, никого. все лежат, то есть весь городок лежит с отравлением, многие мои ученики тоже, и возвращались мы немножко с подпорченным настроением. Отдыхайте на курортах Херсонской области. Вот как ты так можешь? Поэтому, несмотря на замечательный сам отдых, финал был немножко подпорченный, и следующие многие года мы уже отдыхали, тренировались в парпах. И продолжая прекрасные традиции семинаров с тремя мастерами, осенью 2013 года мы пригласили Руя, Бананом и Грилло. Для Местре Бананы и Местре Грилло это был первый их визит в Украину. И, конечно, для нас это было море впечатлений. Для меня особенно, потому что Местре Грилло был тем мастером, который играл со мной на моем первом батизаду, то есть он считается моим крестным отцом. Ну а Местре Банана удивляет и впечатляет всех. Всегда. Потому что он выше, например, меня на голову и даже немножко выше и больше Местре Руя, который тоже всех всегда впечатляет. Вот, потому семинар был интересным и насыщенным. Местре Бананан действительно уникальный. Он очень просто двигается, секунда и шкива, кешада, ахмада. Но это так изящно и мощно выглядит. То есть вот наслаждаешься простыми, простой техникой, которая просто бескомпромиссно смотрится, опять-таки с его габаритами. Да, когда он делает кумател, это просто такое ощущение, что все замирает, и ты видишь очень здорово смотреть, когда играет в кругу Местре Бананана. А Местре Грилла давал офигенную технику рук. Очень много взаимодействий, баланса, жуго-демау, всяких штук. Целую тренировку провел про отработку техники руками. Более того, когда ты играешь, вот я полный тебя с Местре Банананой, есть такое классное слово безальтернативность. Деваться некуда, человек может одним шагом любую роду просто вот накрыть или пройти. Это кошмар какой-то. Я просто по своему опыту я бы еще по-другому привык играть. Я вот играю с человеком и чувствую себя достаточно комфортно. Я выхожу с ним и чувствую себя маленьким, несчастным. Твой размер, Коля? Нет. И я понимаю, что в этот момент этот человек может, играя со мной, сделать все, что он захочет, и ему за это ничего не будет, кроме выразений. Это здорово, это здорово. Но почему-то, как всегда, на этом семинаре каждый из мастеров всю бросковую технику показывал на мне. И не всю, я помню. Но на Коле, да, он отрабатывал на Коле упражнение бидончик. Это что такое? Я смотрел, я потом покажу. Как бидон. На! Как вы знаете, осень 13-го года и весна 14-го являются определенным рубиконом для нашей прекрасной страны. Революция достоинства, начало войны с Россией, точнее, российской агрессией против Украины, конечно, повлияли и на наш процесс. Учебно-тренировочный, на наш процесс организационный с точки зрения приезда людей и подтягивания людей на какие-то массовые мероприятия, все стало намного сложнее. Но, тем не менее, школа продолжила свою деятельность и, надо сказать, даже не теряла динамики. И весной 2014-го года состоялся четвертый сензала-митинг опять-таки во Львове, где специальным гостем был профессор Расмис. Конечно, весна, Львов, вся школа вместе и такой гость, как профессор Расмис, это составляющий потрясающего ивента. Кроме того, получить и услышать слова поддержки от Расмиса в такой нелегкий для нашей страны момент, когда мы чувствовали, что балансируем так вот фактически на какой-то грани такой, было очень ценно и очень приятно. И плюс почувствовать, что не все рухнуло, а есть что-то привычное, и классное то, что было в нашей жизни уже в течение многих лет, было очень-очень важно. В этом же году наша школа пополнилась еще одним филиалом в Черкассах. Мой ученик, Игорь Петченко, который занимался у меня в Киеве много лет, вернулся в свой родной город, и я ему порекомендовал открыть в Черкассах группу по капоэре. Через некоторое время он это и сделал, и в 2014 году пригласил меня провести интенсив. Опять-таки, я приехал с учениками, это было очень замечательно, у него было на то время 9 учеников, а я приехал с 9 своими старшими учениками. И 2 дня мы занимались, получается, я попросил своих старших учеников, чтобы они тренировались все время с ребятами из Черкассы. Это был почти такой индивидуальный семинар для каждого ученика из Черкасс. И с того времени можно сказать, что у нас уже есть филиал в Черкассах под руководством КАКАДУ Игорь Петченко. Ну, наверное, стоит отметить, что в следующие приезды и в дальнейшем учеников становилось все больше, и, конечно, они приезжали тоже в Киев, мы могли видеть и их прогресс, и результаты работы Игоря, что было очень отрадно. Еще нужно отметить, что к этому периоду уже давно начали преподавать мои ученики Максим Козлов и Артем Гриценюк. Максим открыл свои тренировки в 2010 году, а Артем в 2013. С того времени количество групп у ребят увеличилось, а к своей деятельности они начали относиться очень профессионально. И, кстати, я хочу добавить еще и инструктор Алексей. Глобу Бранко. Да, а в моей группе помогали мне преподавать, то есть ввели отдельные группы с взрослыми и с детьми. Инструктор Виктор и, по-моему, инструктор уже на тот момент Вадим. Дядечка. Ух! Как-то у нас много стало. Да, школа росла, развивалась, инструкторов больше и большие группы тоже становилось больше. Круто. И осенью, несмотря ни на что, у нас был традиционный семинар с Мэш Трэруем и Мэш Трэнэйро. Нужно отметить, что, начиная с ивента с тремя мастерами Мэш Трэзумби, Мэш Трэруем, Мэш Трэнэйро, мы отметили, что Мэш Трэруем и Мэш Трэнэйро стали больше ивентов проводить совместных, то есть во Франции, в Дании и, соответственно, в Украине, чему мы, конечно, были очень рады, потому что техника этих двоих мастеров нам очень импонирует, очень нравится и дружеские отношения между ними были нам исключительно на руку. Украина такую садыбу, прям такой коттедж со всеми удобствами, новый, с хорошим, там, с хорошим душем, ванной, все-все новое, все классное. Это у тебя была просто душ и ванная, у меня была джакузи. Да, но... Отдыхали, по-моему. И я договорился, чтобы нам сдали в аренду школьный спортзал, очень хороший, то есть все, как бы, замечательно, ничего не предвещало беды, купейный вагон, потом трансфер, прямо автобус по краю обрывов карпатских. Все замечательно, мы приезжаем, выходим с вещами, нас встречают, действительно красивее начинает коттедж. Я захожу внутрь, думая о том, как распределять по номерам кого с кем и с ужасом осознаю, что во всех номерах кровати только двухспальни. из расчета, что наша группа будет жить по двое, а у нас большинство парней. Это объединило. И я хожу, объединило, я хожу по номерам, мои глаза все больше и больше, у меня такая паника, я не представляю, как я сейчас спущусь, выйду и скажу эту информацию своим ученикам, они об этом не знают, они к этому не готовы, и я вот набираю, значит, сил, смелости, спускаюсь, и говорю, ребята, мы будем отдыхать дружим. Это сделает нас ближе. К моему огромному счастью, ребята это восприняли, скажем так, снисходительно, и они давно знают друг друга, для них это не было какой-то такой проблемой, кое-как мы распределились, кое-как с кем, и действительно проблема это не было. Мы много тренировались, потом мы даже перестали ходить далеко в этот школьный спортзал, а тренировались на большой, красивой поляне, непосредственно, прямо перед домом. я тебе напомню, сначала это была красивая поляна с травкой, буквально за 5 дней. За 5 дней мы тренировались хорошо, и нам потом долго высказывали, что, значит, прекрасный газон перед этой гостиницей был уничтожен как туристами. Увы, я. из того времени у нас появились такие традиции как крафтинг, ходить в походы. Помнишь, Коля, я этот поход никогда не забуду. Дело в том, что за 2 месяца до этого мы выступали на ВДНХ, как ты помнишь, там я достаточно сильно травмировал ногу. Кстати говоря, ты тоже. Я только сделал операцию на мениске. И вы понимаете, Мисим, я тебя люблю, но... но, судя по всему, этот поход запомнили. Но ты ведешь нас всех, но я думаю, ну, тоже ж нас примем сюда, пусть ведет. Я хотел, чтобы ребята прочувствовали Карпату. А потом ты говоришь нам сюда, а я смотрю, а там обрыв. И знаешь, что ты сказал? Я тебе напомню. Нет. А я тебе напомню. Я говорю, ты уверен, что нам надо спуститься вот под таким углом? Я сказал, да. Я хотел, чтобы даже Коля прочувствовал. Коля с больной ногой не то, что прочувствовал. И я думаю, я поворачиваюсь к тебе, я думаю, сейчас вот я тебе, да. Выскажешь? Да. Нет, не выскажешь. А-а-а. Да. И ты понимаешь, я к тебе уже поворачиваюсь, и я вижу, у тебя такое страдаческое выражение. Тебе тоже плохо. Тоже прочувствовал Карпаты. Да. Все для учеников. 2015 год запомнился нам еще одним интересным событием. По многочисленным просьбам наших учениц к нам приехала контр-мештра Кристина, одна из лучших капуэристок в Европе. А также звезда многих клипов и рекламных най. Кстати говоря. Субтитры создавал DimaTorzok Кроме контр-мештри Кристины, семинар ввели также мештри Руй, мештри Луис Клаудио и профессор Расмус. Надо сказать, что организовать приезд контр-мештри Кристины в Украину это был настоящий квест. Во Франции она работает пять дней в неделю и она могла приехать только на два выходных и причем в воскресенье она должна была улететь. Ну, де-факто она прибыла в Украине чуть-чуть больше суток, но она настолько поразила не только девушек, а всех поразила своей техникой и уровнем и энергией, что мы ее запомнили надолго и очень надеемся это далеко не последний ее приезд в Украину. Она мне запомнилась тем, что на другом ивенте в Украине, когда всем давали большое слово расскажите о Капуэре бла-бла-бла-бла-бла я не люблю бла-бла-бла-бла-бла ряды Джимми поехали. Да, она очень такая деловая девушка в Капуэре играет тоже в кругу очень-очень уверенная и попасть по ней ну, прям скажем очень сложно. По ней сложно, а ей по нам легко. Здорово двигается, проходит в удары, у нее интересная техника, она давала какие-то необычные движения, необычные уходы, тут же атаки от ударов и действительно восхитила всех. Она пробыла, как Игорь сказал, очень недолго, но она очень насыщена. Вела тренировки, не минуты отдыха, в роду выходила, играла. То есть, огромные, замечательные впечатления оставила. Также в 2015 году подошел срок следующего батизана, на который приехал мэштря Руй, мэштря Банана, мэштря Дуис Клаудио и профессор Распус. Я тебе напомню, мой друг, что на этом мероприятии новые инструктора получили свои пояса. Это Сережа Власюк, Курео, это Оля Витринская, это Катюша, кстати, тоже твоя, кто еще был, напомните мне? Максим Козлов, Артем Грицанюк. И тут же все новоиспеченные инструктора в тот же день вместе со всеми участниками ивента пошли отмечать вновь полученные степени, где? В Файтхаусе. Это было такое очень атмосферное место, которое объединяло бойцовский ринг и паб. То бишь, днем там тренировались ребята, профессиональные бойцы, а вечером такие крутые капуристы, как мы, отмечали свои новые пояса. И несмотря на то, что это ботизада и тяжелый, насыщенный день капуэрой, в Файтхаусе у нас была замечательная ночная рода, которая стала не финальным, но самым ярким аккордом этого ивента. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья мои, мы рассказали вам об еще одном этапе развития нашей школы. На этом история, конечно, не заканчивается. У нас есть еще множество интересных вещей, которые мы вам расскажем в следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и продолжайте тренироваться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok